Мне кажется, это очень полезная штучка. Девочки, пахнет как духи. Охренеть. В общем, это вот такая лепешечка. А, я вспомнила, что это. Вот так вот он складывается, то есть его можно вообще чуть ли не в сумочку положить. Мне это нравится, а то, что мне нравится, становится для меня модным. Очень полезная штучка есть для хранения лифчиков. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой. И сегодня у нас видео, которого уже давно не было, это покупочки. Это Алиэкспресс, наш любимый Алиэкспресс. Я всегда там покупаю себе всякие вещички, недорогие. Но в последнее время могут быть и немного дорогие вещички. Но главное, что они все полезные, интересные и все приходят. И вот, кстати, Алиэкспресс мне нравится намного больше, чем Джум или Пандао, где я уже покупала, и, например, последний покупок из Джум вообще, представляете, мне не пришло там сколько там посылок, и у меня был возврат. Очень долго ждала, я, в общем-то, расстроена. Поэтому Алиэкспресс для меня остается номер один. И сегодня я покажу то, что я там купила. Всякие приколюхи! Первое, что я хочу показать, это масло для волос. Я увидела вот такое вот масло для волос. Мне оно очень понравилось. Хорошие отзывы. Я думаю, дай, пусть мне пришлют. У меня хорошие масла есть. У меня одно масло за 3,5 тысячи, которое мне дарила моя подружка, одно масло за тысячу рублей, которое я заказывала себе с сайта. И все, и масел больше, в принципе, нет. Но они достаточно быстро, я так смотрю, кончаются. Но так как я пользуюсь после каждого мытья, соответственно, я купила себе еще масло и подумала, что оно будет очень крутое. Смотрите, выглядит оно вот так. Выглядит очень презентабельно, что меня порадовало. То есть это было видно еще на сайте, что оно будет выглядеть презентабельно. Вот такое масло. Было написано, что там приятный запах. Тут я увидела олива такая. Сейчас мы его с вами занюхаем, запробуем. Ой, Крис, можно на твои ручки? Тина, нам в помощь. Значит, тут с дозатором таким небольшим беленьким. Так. Приятный аромат. Оно между ладошек попало. Потрей между ладошек. Зачем? Что-то мой аромат. А какой у меня аромат? Девочки, пахнет, как духи. Охренеть. И масло. Сколько стоит? Кристина уже 10 тысяч раз спросила, сколько стоит. Я просто забыла посмотреть, сколько стоит. Я за всех спрашиваю. Поэтому вот здесь я напишу, сколько оно стоит. И обязательно под видео будут ссылки. Классно. Не три у нас тут над микрофоном полз свои. Это АСМР. Короче, я рада, что я купила. И это как раз-таки масло, которое я люблю использовать. Это после мытья головы. То есть его смывать не нужно. Это удобно, классно. Оно запечатывает кончики. И я без масла вообще не оставляю волосы. Всегда. Кристина вот очень нравится. Она довольна. Так что под видео... Оно стоит либо 250, либо 350 рублей. Да. Где-то там. 50 миллилитров здесь. Кстати, еще я хотела сказать, что сегодня спонсор нашего видео это магазин Селена Шопсвей. Это мой магазин. Вот такие вот платьюшки у меня продаются. Серенькие, лапша. С вот такими вот лампасиками. Очень красивенькими, серыми. Да. Вот. Платье такое длины, чуть выше колена. Такая, ну, средняя длина, хорошая. Очень красивые. Есть разные цвета. Ссылка на мой магазин тоже под видео. Итак, поехали дальше. Дальше уже давно, как вы помните, я вам говорила, что моя мама тоже планирует снимать какие-то видео. Ей хочется и нравится. И давно она уже ждет этого момента, когда она начнет снимать видео, разбираться в программе монтажа. Очень много всяких нюансов. Но ей очень хочется, потому что она у меня сейчас не работает. Только сидит с внуками, да. И у нее очень много свободного времени, так как Денька ходит у меня в садик. И, в общем-то, она хочет чем-то заняться и подарить, и делиться чем-то со своими зрителями. В общем-то, с вами. Поэтому скоро у нее открывается канал, я уже говорила. Я ей уже потихоньку прикупаю кое-что для съемок. Я заказала ей штатив. Кстати, это будет полезно для будущих блогеров, для начинающих блогеров, потому что, например, мой штатив стоит около трех тысяч. Мне его дарила Кристина на день рождения. Это, на самом деле, дорогой подарок. Я считаю, что... Иди. Привет. Свет светит, да, скажи. Софиты бьют в глаза. И, ну, подарок дорогой, конечно, для начинающего блогера. Штатив очень нужен, но дорогой сразу не обязательно покупать. Вы же не знаете, как пойдет, не пойдет. Ваши, не ваши. На самом деле, работа блогера и как хобби, это все очень-очень тяжело. Но для того, чтобы был успех, нужно терпение и много-много работать, потому что все это не сразу дается. И я маме для начала купила такой штатив. Он вот такой маленький. У меня, кстати, был в начале такой, но мы его покупали уже очень давно, и я уже не знаю, где. На самом деле, где-то должен был быть. Он был чуть-чуть побольше. Но я помню, что вот такой. Здесь размеры его, то есть он выгибается на три, вот такие вот штучки. Они, конечно, тоненькие, но на время подойдет. Если человек поймет, что это точно для него. Не обязательно для блогера, кстати. Многие просто снимают видео, например, в Инстаграм любят что-нибудь поснимать, себя поснимать. Может, кто-то поет. В общем, здесь выгибается на три ножки. Раз, два, три. И еще здесь вытаскивается вот тут. То есть он на самом деле весь складывается, раскладывается, все регулируется. И здесь прикрепляется у нас либо видео, либо что. Так можно, так можно крутить по кругу. В общем, вот так вот здесь еще тоже можно отсоединить, крутить. Вот оно. То есть он многофункциональный. И стоит он в районе 500 рублей. То есть, когда вы сидите где-то, да, прекрасно. Можно поставить на стол, если нужно, выше. И он очень компактный. Что мне нравится? Он очень маленький. То есть из недорогих, из недорогих штативов. Этот штатив самый недорогой, самый компактный и по высоте самый удобный. Вот так вот он складывается. То есть его можно вообще чуть ли не в сумочку положить. Ссылочка на него тоже будет под видео. И еще к нему имеется вот такой вот чехольчик, что очень тоже клево. Хранить его в чехольчике, который вот так вот. Я как раз это снимаю для того, чтобы маме скорее его отдать, потому что она уже говорит, сними его скорее и отдай мне. Поехали дальше. Дальше у меня пришла такая посылочка. Что у нас есть? Я, кстати, не раскрывала еще. Одна вот такая вот у нас штука есть. Может быть, кто-то такое видел? Что-то мне стало интересно, я что-то почитала там. Сейчас откроем и посмотрим картинки. В общем, это вот такая лепешечка. Ааа, я вспомнила, что это. Эта штука сзади на присосочках, это в раковину, вы стелите вот так вот, и она, то есть не пропускает крупный мусор, с тарелок и так далее. И она на присосках. Куда лепешечка? В слив. В слив раковины. То есть это на дырочку раковины. В общем, выбрала вот такую зеленую штучку для того, чтобы ее прикрепить. Аккуратно, Денечка. И вот, чтобы было такое вот, например. Слив раковины. Тоже ссылка будет под видео. Она такая силиконовенькая, достаточно плотная. И вот еще что-то я заказывала вместе с ней. Сейчас откроем. Открываем. А-а-а, я вспомнила, что я две заказала даже. Ой, я даже две заказала. Это такие, ля, кто-то открыл, как будто, ля, дырка. Кто-то открыл, как будто. Охренели? Одна целая. Одна целая, а вторая открытая. В общем, это такая одевается штука на кран. И благодаря этому ваш кран может вертеться в разные стороны. Мне порой это бывает очень нужно. Здесь, значит, такая насадочка, это на кран одевается. И потом, вот, вы вертите, видите? О, вертите в разные стороны. Вправо, влево. Видите, да? И она красивенько достаточно выглядит. Тут есть еще всякие насадочки, резиночки, чтобы все сидело плотненько и водичка нигде не вываливалась. Две резиночки, вот такая еще пластмассовая. То есть в зависимости от вашего крана. Стоит такая штука вообще 70 рублей, что ли. Или, не знаю, в районе 100 рублей плюс-минус. Я купила сразу две, может, у меня два крана. Или, нет, у меня один кран. Ну, может, маме. У мамы вообще, у нее целый шланг, который как хочешь вообще поворачивать. Но она его дорого покупала. Мы его вместе брали, там, тысячи за полторы или за две. Вот. А я взяла такие всего лишь за 100 рублей. Решила испробовать. Дальше. Очень интересную вещь купила. Это вот такие вот резиночки. Я не знаю, видели вы или нет. У меня часто бывает проблема, когда я покупаю простынь. Не всегда в комплекте простынь с резинкой. Вообще очень редко, когда в комплекте простынь с резинкой. И особенно большого размера. А я люблю, чтобы простынь не скатывалась ничего. В общем, сам факт, что у меня есть несколько наборов, где простынь большая или чуть меньше, но она скатывается на матрасе. Я тебя тоже люблю. Любишь меня? Я люблю. Обнимай. Аккуратно. Фон не завалил. Все, иди, Кристина, обниматься. И, в общем-то, я увидела такой лайфхак. В принципе, можно такое сделать и самим, но я не заморачиваюсь. Просто взяла и купила. Это вот такие резиночки, которыми вы можете вашу простынь с четырех сторон держать. То есть вы на простынь прикрепляете такую штучку, достаточно плотненько. Я думаю, она здесь будет прикрепляться, потому что здесь вот такой вот интересный замок. Прям вот так вот. И вот так. Прям плотно будет. Главное, целью задаться, закрепить. И с другой стороны. И все. То есть вы эту резиночку натягиваете, она достаточно хорошо тянется. Ок. То есть вы берете уголок вот так вот, да, вашей простынки. Вы лепите сюда это и на уголок другой. Вот. И все. И за матрас засовываете. Вот такая штука. Да. Выиграйся. Глаз, да? Их четыре штучки. Есть там разного цвета, кстати. Ну, я взяла беленькие, стандартненькие. Вот. Все пришли. Мне будет интересно это запробовать. Мне кажется, это очень полезная штучка. Еще на Алиэкспресс я заказала несколько штучек. Еще жду. Как бы с Алиэкспресса у меня много всяких покупок. Я заказываю вот такие штуки. Смотрите. Здесь прикрепляется это к штативу. Сюда можно засунуть телефон. Знаете, что самое интересное? Когда-то давно я купила такую в ДНС. Сейчас ни в одном магазине. Мвидео, ДНС, Эльдорадо, Медиамарк. Нигде не найдешь такие штуки. Они просто даже не понимают, о чем я говорю. Когда я уже объясняю полноценно, они говорят, что у нас такого нет. И я понимаю, что выход один. Заказать такое на Алиэкспресс. Ну, или пойти на какой-то рынок. Может быть, в Москве, там, на Горбушке или где-нибудь. Такое можно найти, да? А у нас, как бы, я даже не знаю, куда пойти. И поэтому только на Алиэкспресс разные подобные штучки я заказываю. То есть, вот есть такая. Еще я заказала, там, она чуть пошире. Другая еще дешевле. В общем, такие штуки должны быть все время. Они у меня постоянно теряются. И они всегда нужны. Потому что на телефон тоже для Инстаграма что-то всегда снимать. И, в принципе, человек любой, который ведет Инстаграм свой, что-то делает. Это будет полезно. Такая штука. Еще давным-давно я заказала себе вот такую вот сумочку поясную. Как вы знаете, что я очень люблю поясные сумки. Это моя страсть. Потому что они реально очень удобные. Я увидела эту сумочку, и мне именно эта расцветочка понравилась больше всего. Такие сумки можно носить, как на поясе. Вот так вот. Вот так вот. Так и просто мы можем через плечо. Сейчас я ее открою. Оп. И тоже очень красиво получается. Ну, там, подлиннее сделать. Сделано из плотного пластика. Тут идет у нас маленький кармашек наверху. Такое вот, в которое можно там засунуть что-то карточки или что-то ближайшее. И большой карман такой, с двумя, кстати, змеечками вот такими. Идет основной. Очень вместительный. Вот. На самом деле, такие штуки модные и были. Я не знаю, как в следующем году, но думаю, что будет модно. Во всяком случае, мне это нравится. А то, что мне нравится, становится для меня модным. Как бы мой стиль называется, да? Такую сумочку я видела в каком-то шоу-руме. И она стоила 2500. На Алиэкспресс она стоит, не помню, сколько. Зайдите по ссылочке, посмотрите. Намного меньше. Так что здесь регулируется ремешок. Как хотите. Как вам удобно. В общем, вот такая сумочка у меня будет, наверное, следующим летом. Я ее заказала давно. Она у меня лежала. Просто мне нечего было показывать вместе с этой сумочкой. Поэтому я ждала остальные посылочки. Вы знаете, что-то приходит быстро, что-то приходит долго. Поэтому я когда насобирала какое-то количество, вот решила снять. Поэтому она в этом видео зимой, но на леток. Знаете, готовьте сани летом. Так и я сумку зимой готовлю на леток. Еще я не помню, показывала я или нет. Это хранение. Это вот такая вот у нас очень полезная штучка есть для хранения лифчиков. Сюда можно очень красиво разложить ваши лифы и сразу видеть, что и где. И в вашем гардеробе будет порядок. Как-то девушка у меня одна... Я показывала уже это в одном из видео. Одна из девочек моих подписчиц искала такую штуку и спрашивала, нет ли в фикс-прайсе. В фикс-прайсе хоть и есть подобные коробочки с разными отделами, но именно с такими отделами нету для лифов. То есть есть квадратики, туда, конечно, лифы не засунешь. Есть прямые какие-то, но вот так с отделами нету. Поэтому это только на Алиэкспресс. Если кому-то будет полезна и интересна такая штучка, то проходите по ссылке под видео. Все, мои хорошие, вот такие вот покупочки с Алиэкспресс были у меня сегодня. Я думаю, что они достаточно были полезными. Особенно, особенно это масло, особенно это краник, особенно это штатив, особенно... Что еще, что еще? А, ну, конечно, сумочка. Блин, а резиночки? Да все такое полезное. Мне кажется, что это видео на Алиэкспресс суперполезное. Я надеюсь, что все вам это пригодится, и вы себе обязательно что-то купите. А еще я готовлю другие покупочки с Джум. Обязательно скоро у меня будет видео. Это мои подарки от подписчиков. Я жду еще пару посылочек и сниму для вас уже предновогоднее такое видео, что же мне мои подписчики подарили. Мне очень интересно, я прям вся в предвкушении. Вообще, впереди очень много интересных, полезных видео. Также мы будем украшать с вами нашу квартиру. Я буду делать елочку своими руками. Надеюсь, она прикольно получится. Есть у меня некоторые идеи. Поэтому, если вы еще не подписаны на меня, обязательно подписывайтесь. Если моё видео было полезным и интересным, ставьте лайк. Мне будет очень-очень приятно. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. 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 Ты сказала пока-пока? Пока-пока. 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 Продолжение следует...